Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Я знаю многих людей, которые держат криптовалюту НИР Протокол. После краха Терра Луны вопросов насчет этой крипты стало так много, что я больше не мог их игнорировать. Дело в том, что НИР Протокол и Терра Луна очень похожи, и многие задались закономерным вопросом, а не повторит ли НИР судьбу Луны? НИР Протокол — это следующая Терра Луна, или всё-таки нет? Этот вопрос не даёт мне, как холдеру НИР, спокойно спать. Дело в том, что недавно НИР Протокол запустили свой собственный алгоритмический стейблкоин USN. Интересно то, что на создание USN их вдохновил похожий стейблкоин от Терра UST. Для начала я решил разобраться, а может ли НИР, который сейчас ещё толком не взрывался, взорваться так же, как это в своё время сделала Терра, которая выросла до 120 долларов на пике. А потом мы с тобой разберёмся, сможет ли НИР Протокол, так же как и Терра, пережить массивнейший коллапс. Затем мы сравним USN и UST и попробуем понять, насколько серьёзны риски у экосистемы USN и НИР по сравнению с экосистемой Терра Луна и Терра UST. Но для начала я был бы очень рад, если бы ты поддержал моё исследование лайком. Это очень помогает видеороликам находить более широкую аудиторию, что безусловно мотивирует меня на создание нового контента. Давай наберём хотя бы 8000 лайков. Большое спасибо за поддержку. И начнём с того, как работает НИР Протокол и USN. Это очень важно для понимания остальных связанных с ними вопросов. НИР Протокол – это типичный блокчейн первого уровня, работающий на консенсусе Proof of Stake. Но есть один большой плюс, который выгодно отличает его от конкурентов. Дело в том, что он уже использует технологию под названием Sharding, полностью рабочий и полностью функциональный. Sharding помогает блокчейну НИР быть быстрым и дешёвым в плане транзакций. Чтобы понимать, как это круто, Ethereum планирует внедрить эту технологию когда-нибудь в 2023. И то наверняка будет множество раз переносить эту дату, как он это делать любит. При этом, кажется, НИР Протокол всё ещё можно назвать ранним для инвестиций, потому что их главная сеть была запущена в 2020, а общая залоченная стоимость в экосистеме НИР Протокол едва ли превышает 400 миллионов долларов. Для сравнения, в Терра Луне было залочено почти 40 миллиардов долларов на пике. Сейчас, конечно, из этого протокола было выведено 99% стоимости, а стало всего лишь 150 миллионов долларов. Когда мы говорим про НИР Протокол, мы всегда вспоминаем Аврору. Это решение второго уровня для Ethereum, который работает на основе НИР Протокол. Но при этом Аврора поддерживает все децентрализованные приложения, построенные на эфире. Это очень важно, потому что совсем недавно НИР Протокол запустил свой собственный алгоритмический стейблкоин USN, который наделал много шума, так как сильно напоминает стейблкоин от Терра, UST, до того, как последний потерпел крах. USN — это такой же алгоритмический стейблкоин, как UST, привязанный к одному доллару США. НИР Протокол сам характеризует USN как соединение такого же потенциала роста, как у Терры, и такой же стабильной привязки к доллару, как у еще одного стейблкоина, который называется Фрекс. Целью создания USN они называют увеличение золоченной стоимости в протоколе НИР Протокол и ликвидности в собственной сети НИР Протокол. Кроме этого, стейблкоин USN добавляет способы использования токена НИР, что повышает его полезность и привлекает больше потенциальных инвесторов. Перед тем, как мы разберемся в механизмах, которые обеспечивают стабильность стейблкоина USN, давай попробуем понять, почему кому-нибудь вообще захочется его использовать. Ответ очень прост. Они дают годовой процент за то, что ты держишь USN. Это как минимум 11% годовых. 11% это базовая доходность. Кстати, в этом заключается еще одно большое различие Терры и НИР. Об этом мы позже поговорим. Но на самом деле проценты даже выше базовых, потому что протоколы, которые предоставляют возможность стейкинга USN, добавляют еще немного стимулирующих процентов сверху. Так, на Бинансе стейкинг USN, например, приносит почти 22% годовых. Звучит как сочная сделка, не так ли? 11% гарантированно, плюс сверху еще какое-то количество процентов от протокола, где ты стейкаешь USN. Это выгодно отличает USN от других DeFi протоколов. Второй вопрос. Как работает USN, чтобы всегда стоить 1 доллар? Ведь никто не хочет повторения сценария Тера-UST, не так ли? Есть два самых важных механизма стабильности для USN. Это ончейн свап и резервный фонд. Ончейн свап достаточно прост, он очень похож на то, что было у Тера-Луны и UST. Ты отправляешь 1 доллар в токенах НИР на адрес смарт-контракта, а смарт-контракт взамен создает 1 стейблкоин USN для тебя. Ты также можешь отправить 1 стейблкоин USN на этот смарт-контракт и получить взамен эквивалент 1 доллара в токенах НИР. Если USN начинает торговаться дешевле или дороже 1 доллара, ты можешь использовать арбитраж, используя сторонние биржи и этот анчейн свап. Тем самым ты поможешь вернуть паритет токена USN и доллара США. Не хочу объяснять это слишком глубоко, но механизм понятен. Это очень похоже на Тера-Луну и UST, только это НИР и USN. Но есть одно огромное различие. Дело в том, что токен НИР, который люди отправляют на адрес смарт-контракта, не сжигается. Вместо этого он стейкается в блокчейне НИР для создания прибыли от стейкинга. И именно этот доход и распределяется между холдерами стейблкоина USN в качестве той самой базовой доходности в 11%. Также новые НИР, которые ты получишь, когда отправляешь USN на адрес смарт-контракта, не создаются заново, а возвращаются из тех самых токенов НИР, которые уже стейкаются в блокчейне НИР протокол. Это огромное различие между Тера-Луной и UST, где новые токены Луна либо сжигаются, либо создаются, чтобы поддерживать UST на уровне с 1 долларом. Естественно, так было до коллапса Тера-Луны. Второй механизм поддержки стабильности токена USN – это резервный фонд. Этот фонд чем-то похож на Луна Фаундейшн Гард. Тот самый фонд, который, как мы помним, купил биткоинов на сумму в 1,5 миллиарда долларов для того, чтобы обеспечивать стабильность UST. Разница в том, что этот фонд не был создан позже, как у Теры, а уже был встроен в систему НИР с самого начала. Этот фонд используется для того, чтобы стейблкоин USN всегда был равен 1 доллару. Интересно то, что этот фонд имеет в себе не только токены НИР, но и тезер USDT. Фактически, стейблкоин USN обеспечен стейблкоином тезер USDT и токенами НИР. Скажем, у них есть 1 миллиард токенов USN. Тогда в резервном фонде будут токены НИР на сумму в 1 миллиард долларов плюс 1 миллиард долларов в стейблкоинах USDT. Так что на самом деле обеспечение стейблкоина USN является двойным. Однако команда предупреждает, что с ростом популярности USN они придут к нормальному одинарному обеспечению, когда за каждым токеном USN будет не 2 доллара, как сейчас, а, как положено, 1 доллар. Это значит, что если когда-нибудь случится паническая распродажа USN, они смогут выкупить каждый USN с помощью своих резервов. Что в свою очередь значит, что USN всегда будет стоить 1 доллар США, как и полагается стейблкоину. Как же заполняется резервный фонд НИР? Очень просто. Каждый раз, когда кто-то меняет тезер или НИР на USN, эти тезеры и НИРы уходят в резервный фонд. То есть, каждый раз, когда стейблкоин USN либо сгорает, либо создается, количество резерва в фонде либо уменьшается, либо увеличивается. Так и сохраняется паритет. Но есть еще один фокус. Как они поддерживают стабильность USN? И называется он стейблсвап. Это часть реффинанса, и это как керфинанс на эфириуме, только на НИР протоколе. В скором времени на стейблсвапе появится пул, который позволит переводить тезер USDT в USN и наоборот. И это хорошо, потому что если там будет много ликвидности, он поможет поддерживать стабильность USN. Как только кто-то в этом пуле поменяет тезер USDT на USN, USN добавляется в пул. И наоборот. И все это управляется автоматическим смарт-контрактом. Как все эти факторы вообще взаимодействуют, чтобы сохранять стабильность стейблкоина USN? Этим занимается то, что в команде НИР протокол называется управлением денежных средств. Идея в том, что они должны использовать тезеры и токены НИР, которые у них есть, для того, чтобы сохранять всю систему в балансе. Так что резервный фонд выкупает токены НИР за стейблкоины, когда НИР сильно падает. И наоборот, продает НИР за стейблкоины, когда НИР растет. То есть фактически делает то, что умные деньги делают с биткоином. Цена токена НИР для резервного фонда очень важна. Если она будет слишком низкой, они могут оказаться в ситуации, когда на рынке будет больше стейблкоинов USN, чем токенов НИР, которые могут их выкупить. Им нужно держать количество и того, и этого в балансе. Поэтому они используют арбитраж 1, стейблсвап 2 и резервный фонд 3 для этого. Стейблсвап и ончейнсвап очень важны для НИР, потому что большая часть токенов НИР попадает в резервный фонд именно с их помощью. Когда люди меняют токены НИР на стейблкоин USN. Также и в том случае, когда сам резервный фонд продает стейблкоины тезер USDT за токены НИР. В свою очередь, больше тезеров USDT попадает в резервный фонд тогда, когда люди меняют USDT на USN. И когда резервный фонд продает токены НИР за USDT. Все эти операции в конечном итоге удерживают всю систему в балансе, а стейблкоин USN привязанным к 1 доллару. Но все это просто болтовня, которую сложно понять с первого раза. Тебя же не это интересует, не так ли? Ты больше задаешься вопросом, а может ли эта система испытать такую же спираль смерти, как Терра Луна и USDT? В каком случае может случиться такая спираль смерти? Например, тогда, когда будет создано очень много стейблкоинов USN. Но потом, по какой-то причине, цена НИР начинает очень быстро падать. Что приводит к тому, что рыночная капитализация USN значительно больше рыночной капитализации НИР. А значит, все токены USN выкупить за НИРы будет невозможно. Это и будет катастрофой. Потому что, если люди в панике начнут продавать свои USN, они не смогут получить токены НИР в таком же долларовом эквиваленте. Люди увидят это, начнут паниковать еще больше и продавать еще активнее. Так, НИР и USN перейдут в состояние коллапса практически до нуля. Точно так же, как Терра Луна и USDT. Команда говорит, что такой сценарий маловероятен, потому что у них есть резервный фонд для поддержки системы. Они даже запускали ряд компьютерных симуляций, которые показали, что процесс будет работать. Но вспомни, их план таков. Они собираются использовать свои тезеры и USDT для того, чтобы выкупать НИР, если цена НИР будет падать до опасно низких отметок. Но я не знаю, сработает ли это. Задумайся, количество ликвидности имеет значение. Если книга продаж НИР на биржах будет тонкой, это такая метафора, у них, возможно, в теории хватит USDT, чтобы выкупить ее всю. Но если кто-то захочет продать еще больше НИР, Команда окажется в полной заднице, у них просто не хватит тезеров для защиты курса НИР и, соответственно, для поддержки паритета USN с долларом США. Поэтому я не очень уверен в НИР и USN, даже несмотря на то, что они утверждают, что все стейблкоины USN обеспечены токенами НИР и USDT. Я был бы увереннее хотя бы в том случае, если USN обеспечивался бы не только USDT, но целым рядом стейблкоинов. Ведь нужно иметь в виду, что даже тезер может внезапно обрушиться. Кроме того, я не особо доверяю обеспечению USN токенами НИР, потому что НИР может жестко обвалиться и развалить всю систему. Это точно так же, как обеспечивать токены Луна биткоином. Если биткоин обвалится, Луне не сдобровать. Но все-таки стейблкоин USN менее рискованный, чем USDT, по трем ключевым причинам. И первая причина. У них нет чего-то похожего на пирамиду, как у Теры. У Теры это анкор протокол. USDT вырос так быстро, потому что анкор предлагал его холдерам 20% доходности, но этот доход целиком и полностью привлекался за счет внешних депозитов. То есть, если новые люди не вносят депозиты, то доходу взяться неоткуда. Анкор очень смахивает на пирамиду на основе USDT, именно поэтому с крахом USDT он перестал работать, как ты видишь у себя на экране. С другой стороны, доходность USN в 11% и больше не результат привлечения новых пользователей, а результат стейкинга токена НИР в резервном фонде. Это означает, что он будет всегда независимо от роста или падения количества новых пользователей. Вторая причина. Значительно лучшее обеспечение для USN. И оно уже изначально встроено в систему, что намного безопаснее, чем было у EST. Идеальный пример жизнеспособности этой системы это стейблкоин Фракс, на основе которого и построен USN. Как мы видим, он живой уже несколько лет. И очень-очень хорошо держится за 1 доллар США, как и положено стейблкоину. И, наконец, третья причина. Гиперинфляция, которая случилась с терролуной из-за краха UST в случае с USN и НИР токен невозможна. Почему? Потому что ончейнсвап в НИР протокол не создает новые токены НИР, если ты отправляешь USN. Так что, если даже когда-то USN обрушится почти до нуля, мы не увидим 6,5 триллионов токенов НИР, как в случае с Луной. Но есть еще два пункта, которые делают мое настроение позитивным насчет НИР. Во-первых, стейблкоин USN уменьшает давление продавцов на НИР. Такого в терролуне UST нет. Задумайся. Если кто-то хочет продать токены НИР за тезер USDT, он может сделать это на централизованной или децентрализованной бирже. Но зачем? Это не совсем хорошая идея. Вместо этого лучше продать НИР за USN, а затем обменять USN на USDT на стейблсвап. Так мы получим меньшее проскальзывание и меньшее комиссионное. Но кроме этого, токены НИР не будут проданы, а останутся стейкаться в резервном фонде. А значит, твоя продажа не повлияет на его курс, уменьшит давление продавцов на НИР и увеличит резерв, который обеспечивает стейблкоин USN. Есть еще один интересный нюанс. На данный момент огромное количество токенов НИР уже стейкается. Около 45% от всего доступного предложения. И создание нового стейблкоина USN, который предлагает годовую доходность, приводит к тому, что еще больше токенов НИР будут стейкаться. А это в свое время значительно уменьшает количество токенов НИР на рынке, которые могут продать. Просто потому, что они уже заняты в стейкинге. Также USN увеличивает спрос на токены НИР. Так что лично мое мнение, скорее НИР и USN не переживут то же самое, что Terra Luna и UST. Я бы держал немного НИР и может быть немного USN. Но без фанатизма, конечно же. И обязательно нужно следить за рыночной капитализацией USN и объемом резервов в резервном фонде. Напомню, они должны быть равнозначны или около того. Нельзя просто купить НИР и забыть. Нужно обязательно следить за этими метриками. К счастью, USN еще не очень большой сейчас и некоторое время все должно быть хорошо. На этом все. Если видео было полезным или интересным, не забудь поддержать его лайком. Большое спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Это очень помогает и всегда меня радует. Особенно для таких сложных и длинных видео, как это. Оно действительно было сложным. Меня зовут Богатейщий Дип. Подписывайся на канал. Телеграмм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok